Здравствуйте, это Голос Америки. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о главных событиях 917 дня войны, среды 28 августа. Вот главное. В ЦРУ заявили, что России будет тяжело отвоевать захваченные ВСУ территории, а наступление на Покровск назвали не меняющим правила игры. В МАГАТЭ предупредили, что Курская АЭС очень уязвимы для ударов артиллерии и дронов. Российские власти говорят о попытках прорыва ВСУ в город-спутник электростанции. Вашингтон, Берлин и Лондон заявили, что ограничения на использование Украины западного оружия при ударах по России остаются в силе. Россия запретила въезд почти 100 гражданам США, включая журналистов Вашингтон-Пост, Уолл-Стрит-Жорнал и Нью-Йорк Таймс. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки, которую подготовила аналитическая служба «Голоса Америки». Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Пострадали 9 человек, 6 из них были экстренно госпитализированы. По данным местных властей, ракета попала в гаражный кооператив, повреждены свыше 200 автомобилей и городской лицей. Удар пришелся на среду, когда в Кривом Роге был день траура. В городе продолжали оплакивать людей, убитых в отеле «Аврора», в котором в результате удара российских военных были убиты четверо и ранены 5 человек. 11 человек пострадали в результате удара российских войск по центральной части Купенска Харьковской области. По данным местных властей, Россия нанесла удар управляемой авиабомбой. Ситуация на Курском направлении остается прежней. ВСУ утверждает, что контролирует около 100 населенных пунктов. По данным украинского аналитического проекта Deep State, ВСУ контролирует 834 квадратных километра Курской области. Еще 422 квадратных километра находятся в серой зоне. Россия не приводит точные данные о зоне под контролем ВСУ, однако регулярно сообщает, что продвижение ВСУ остановлено. В условиях войны мы не можем верифицировать информацию, поступающую от воюющих сторон. Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, которого цитирует наш корреспондент Джефф Селдин, сегодня заявил, что Россия осуществит контрнаступление, чтобы попытаться вернуть территорию в Курской области, захваченную украинскими войсками. Но отвоевать ее обратно России будет непросто. Вместе с тем, значимость этой операции для ВСУ станет ясна только в будущем. При этом Путину, по словам Коэна, придется разбираться с резонансом этих событий, вызванным в российском обществе. Коэн отметил, что украинская армия намерена удерживать захваченную ею российскую территорию какой-то период времени. В то же время продолжающееся российское наступление на Покровск Коэн назвал неменяющим игру в стратегическом смысле. Россия, в свою очередь, активизировала атаки практически по всей линии фронта на востоке Украины. По данным Генштаба ВСУ, с начала суток произошло 111 атак России. Больше всего на Покровском направлении – 34 атаки. При этом почти половина из них произошла возле Селидова и Новогродовки. Как ранее сообщало настоящее время, бои идут уже на окраинах Покровска и некоторых других населенных пунктов Донбасса. Власти проводят эвакуацию населения. Вот что говорят люди. Ну, из Селидова приехали. Потому что там, наверное, зона плохая, самая худшая в данный момент. Понимаете? Все. Ну, с днем, ни ночью спать не можем. Надо ехать с детям. Под обстрелами учились по онлайну. В школу прилетело родного моего. Поступил на первый курс в училище. Это были комментарии жителей Донбасса, которые вынуждены покидать свои дома из-за атак России. Вчера на фронте произошло почти 150 попыток штурма со стороны России, что свидетельствует о том, что Россия значительно активизировала наступление. Сообщается также о новых атаках украинских беспилотников. В частности, сегодня стало известно об ударе по нефтебазе «Атлас» в Ростовской области. Информацию об атаке подтвердили в Киеве. Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил об атаке пяти беспилотников, цитата, «по объекту, на котором имелась емкость с нефтепродуктами». Русская служба BBC подсчитала, что с начала года ВСУ не менее 64 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия и инфраструктуру, находящиеся на территории России и в оккупированных Крыму и Луганске. В начале года целями становились в основном НПЗ, значимые для снабжения внутреннего рынка. Весной же фокус атак сместился на объекты, которые используются для снабжения военной техники. Тогда ущерб стал более чувствительным. Это была военная сводка, подготовленная аналитической службой «Голоса Америки». Война между Россией и Украиной повысила риск аварий на атомных электростанциях в результате случайных или целенаправленных ударов. За ситуацией наблюдает МАГАТЭ, генеральный директор которой Рафаэль Гросси посетил АЭС в Курской области, где с начала августа идет наступление ВСУ. Он предупредил, что эта атомная электростанция особенно уязвима для серьезной аварии, потому что на ней нет защитного купола. Вот что он сказал. Ядро реактора, содержащее ядерный материал, защищено лишь обычной крышей. Это делает его чрезвычайно уязвимым. Например, для ударов артиллерии, беспилотных летательных аппаратов или ракет. Это был генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который сделал заявление после посещения АЭС в Курской области. Гросси также сказал журналистам, что на объекте, как и на Чернобыльской АЭС в Украине, где в 1986 году произошла самая страшная в мире гражданская ядерная катастрофа, отсутствует защитный купол и защитная конструкция, которые характерны для современных атомных электростанций. По словам Гросси, цель его визита – это привлечение внимания к сложившейся ситуации. Люди, живущие в лизе Курской АЭС, также обеспокоены происходящим. Вот что они говорят. Мы за два дня уничтожим. Уничтожили его? Пола России разбили. Это что? Сколько людей погубили? Бывает иногда громковато, как бы дети поначалу волновались, но вот дочка старшая я объяснила, что нас охраняют, система срабатывает, значит, все в курсе. Мы под защитой. По крайней мере, наш город точно будет охранять, я думаю, и всю Россию точно не допустят. Ну, охранять точно буду. Это были комментарии жителей города Курчатов, находящегося в непосредственной близости Курской АЭС. Сегодня стало известно, что въезд в город Курчатов, где расположена Курская АЭС, ограничен. Российские власти устанавливают блокпосты, заявляя о попытках ВСУ прорваться в город. Отмечу, что внимание МАГАТЭ сосредоточено также на безопасности Запорожской атомной электростанции, которую российские войска оккупировали в первой неделе после полномасштабного вторжения в Украину, и с тех пор каждая из сторон обвиняет друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. Комментируя наступление в Курской области, президент Украины Владимир Зеленский сегодня подчеркнул, что оно продолжается. Вчера он отметил, что оно является частью плана Киева по завершению этой войны. Он в ходе своего выступления также сказал, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа. Договор этот истекает в конце 2024 года, и на эту новость уже отреагировали в Кремле. Вот что сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Альтернативные маршруты есть, но, безусловно, такие решения украинской стороны нанесут серьезный урон интересам европейских потребителей. Те, кто по-прежнему желает покупать более гарантированные, более доступные в экономическом плане по ценовым параметрам российский газ по сравнению с другими товарами, которые поступают, прежде всего, наверное, из Соединенных Штатов Америки. Это был комментарий Дмитрия Пескова, который заявил, что за прекращение транзита газа заплатят из своего кошелька европейские потребители. После начала наступления ВСУ в Курской области активизировались разговоры о разрешении применения Украины западного оружия в отношении целей на российской территории, на что наложено ограничение. Представитель Пентагона во вторник заявил о неизменности политики США в этом вопросе. В частности, генерал-майор Патрик Райдер подчеркнул, что США не принимают участие в этой войне. Давайте послушаем, что он сказал. Мы не воюем с Россией, мы не стремимся к конфликту с Россией, мы просто поддерживаем демократическую страну и предоставляем украинцам возможность защитить себя. Украинцы могут использовать помощь, оказываемую США в области безопасности, для защиты от трансграничных атак, то есть для ведения ответного огня. Но что касается дальних глубоких ударов по России, то наша политика не изменилась. Это был генерал-майор Патрик Райдер. Как отмечает BBC, аналогичный ответ дали власти Германии и Великобритании. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер находится с визитом в Берлине. И сегодня на пресс-конференции ему задали вопрос о том, правда ли, что США возражают против использования британо-французских ракет Storm Shadow против целей в глубине России. Стармер на это ответил, что сама Британия против такого использования Storm Shadow не возражает, но отказался вглубляться в тактические вопросы и заявил, что никаких новых решений на этот счет его правительство не принимало. Канцлер Олаф Шольц, которого цитирует BBC, также сказал, что Германия продолжит поддерживать Украину, но никаких новых решений не принимала. Дело в том, что Украина давно просит у Германии крылатые ракеты Тауру с большей дальностью, чем у Storm Shadow, но Берлин ей отказывает. Напомним, что Владимир Зеленский ранее на этой неделе вновь призвал страны Запада снять ограничения на использование дальнобольного оружия для ударов по целям, находящимся на территории России. Как пишет издание «Политика», Киев также готовится представить Вашингтону список целей в России. И список этот представят министр обороны Украины Рустем Умеров и советник президента Украины Андрей Ермак, которые в ближайшее время посетят Вашингтон. Кроме того, сегодня состоялось заседание Совета НАТО Украина, который был созван по инициативе Киева после масштабных атак России на инфраструктуру Украины. В НАТО сообщили, что, цитата, члены Альянса подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению обороноспособности Украины. Вот что сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг в своем заявлении. Украина продолжает ежедневно перехватывать российские ракеты, спасая бесчисленное количество жизней. Однако для поддержания своей обороны Украине необходимы увеличенные поставки и дополнительная поддержка. В свете последнего российского наступления союзники сегодня подтвердили, что усиливают свою военную помощь Украине. Мы должны продолжать предоставлять Украине технику и боеприпасы, необходимые для ее защиты от российского вторжения. Это жизненно важно для способности Украины продолжать борьбу. Это было заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, в котором он сказал о необходимости продолжения поддержки Украины. Последствия так России станут особенно остро ощущаться с приближением холодов. Из-за разрушения значительной части инфраструктуры в стране серьезные перебои с подачей электричества и водоснабжением. Западные партнеры Украины обращают внимание на то, что эта зима для Украины будет особенно тяжелой. И важна любая поддержка, включая генераторы электричества. И вот сегодня министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес передал 7 электрогенераторов послу Украины в Мадриде Сергею Погорельцеву. Давайте послушаем, что сказал Альбарес. Испания продолжит поддерживать народ и правительство Украины в защите их свободы, суверенитета и демократии посредством предоставления гуманитарной, политической, военной и финансовой помощи. Мы будем продолжать делать это столько, сколько это будет необходимо, потому что мы уверены, что вскоре Украина вернется к тому, что ей ничто не будет угрожать. К свободной стране, суверенной стране и прежде всего к стране, где все могут жить в мире. Это был комментарий министра иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбареса, а вот как получение генераторов прокомментировал украинский посол. Эти генераторы, которые Испания сегодня передает Украине в дар, помогут смягчить последствия непрекращающихся российских бомбардировок, критически важных объектов инфраструктуры и гарантировать стабильное электроснабжение в наших регионах. Это был посол Украины в Испании Сергей Погорельцев. В заключение нашего подкаста поговорим о репрессиях, которые проводят российские власти. На этой неделе их внимание привлекли журналисты, которые освещали события в Курской области на месте прорыва ВСУ. Их начала преследовать ФСБ. Сегодня же стало известно, что Кремль запретил въезд целому ряду журналистов, включая журналистов изданий New York Times, Wall Street Journal и Washington Post, это американские издания, а также в списке журналистов британских изданий Daily Telegraph и Guardian. Всего в списке людей, против которых введены санкции 92 человека. Среди фигурантов списка ответных санкций, как это называют в России, также заместитель министра финансов США, заместитель министра обороны, также представители космического командования США, Госдепартамента, прокуроры и также ряд преподавателей американских университетов. Всего в опубликованном на сайте МИДа списке американцев, которым запрещается въезд в Россию, уже 2078 человек. Кроме того, сегодня стало известно об очередном приговоре в отношении россиянина за сотрудничество с иностранной организацией и терроризм. О деле узнала Медиазона. Второй окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Алтайского края Сергея Свиридова. Его известно на самом деле немного, но вменяли ему подготовку теракта, участие в деятельности террористической организации и прохождение обучения для осуществления террористической деятельности. О задержании его стало известно в конце января этого года. По данным следствия, Свиридов якобы также выразил готовность совершать теракты на административных объектах Барнаула и против первых лиц региона. Других подробностей дело не приводится, но чаще всего, как показывает практика, такие сроки выносят в отношении людей, якобы сотрудничавших с Украиной. И зачастую под видом украинских спецслужб на людей выходят представители ФСБ. Также сегодня стало известно, что кинолога из Подмосковья переговорили к пяти годам колонии. Как пишет Медиазона, девушку обвинили по статье о фейках из-за поста о ракетном ударе по вокзалу в Краматорске. Приговор вынес Одинцовский городской суд и приговорили девушку, зовут ее Анастасия Зеброва, к пяти годам колонии общего режима. Как отмечает Медиазона, дома у Зебровой осталась шестилетняя дочь, а женщина просила хотя бы отсрочить исполнение наказания, но судья Дмитрий Веник проигнорировал эту просьбу. В наших следующих выпусках мы продолжим рассказывать вам о репрессиях, которые российские власти проводят в отношении противников войны в Украине, а наш сегодняшний выпуск на этом заканчивается. Не забывайте, что слушать наш подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах и на платформе «Эхо». А я, Алексей Горбачев, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска, в частности, звукорежиссера Александра Зимуху. До встречи завтра!